Жители села Хотуш недаром сравнивают свою церковь с кораблем, ведь изначально храмы были задуманы как метафора Ноевого ковчега. Большое безопасное помещение для верующих. Поэтому русские архитекторы в 17-18 веке возводили храмы по единой схеме. Она так и называлась – корабельной. Вот только эту церковь Николая Чудотворца построили уже в веке 19-м. Свой облик она получила в память о более древнем святилище, которое находилось в этом же селе. Прежний храм сгорел, и об этом до сих пор ходят легенды. В то время люди говорят, что очень жаловались уже сами священники на тот народ, который все ходили на базарную площадь. И здесь было много чайных. Действительно, торговали, чай попивали и начали забывать заходить в храм. И вот поэтому, получается, все святые увидели, что такая ситуация происходит, и покинули вот эту деревню. Из-за этого произошло. Новый храм заложили в 1861 году напротив старого. Деньги на строительство дал местный купец и меценат Николай Благовещенский. За это попросил похоронить себя на территории храма. Его могилу можно увидеть прямо за алтарем. Первой и главной святыней церкви стала единственная спасенная из пожара икона Николая Чудотворца. В честь нее и был освящен храм. Службы в нем не прекращали, даже когда пришла советская власть. Хотя здание было отдано под зернохранилище, верующие тайком приходили поклониться иконам. Первую реставрацию в церкви провели в середине 90-х. Тогда и случилось настоящее чудо. Начала появляться роса. Наверху роса такая вот туманистая. И многие говорят, что возможно это от цветочков, много цветочков насадили. А другие говорили, что недоумевали, что бы это могло значить. И пришло время, когда роса ушла, посмотрели, все говорят, а там проявились иконы. Многие иконы, которых как бы не было. Оказалась темнота и прочее. И проявились в такой степени яркости, красоты, как будто бы новая, свеже написанная. Сейчас в храме регулярно проходят богослужения. Внутри его стены расписаны сюжетами из Библии, на стенах висят намоленные иконы. А прихожане приходят помолиться перед мощами улуки Крымского, которые в храм привезли преданные почитатели. Чтобы увидеть их, паломники приезжают сюда из разных регионов страны. Варвара Игнатова, Арсений Абросимов, Первый Тульский.